ВОЛЬГА ШПИЛЕВСКАЯ Подведение выникал и удокладнение задач. Сегодня в Гомеле прошла коллегия Головного управления, делогичные работы, культуры и по справах молодежи обл. Воконкама. На старте сельско-господаршие предприемства в области рыхтуются до посевной кампании. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Кадровое взмацнение. Сегодня высокие посады в Комитете Державной Беспеки и Министерстве внутренних справ отримали три человека. Все собиста похудрали в Палаце незалежности с керавником державы. Президент назначил Сергея Теробова первым наместником старшинника ДБ Беларуси. Да, это гайон узначал в управлении по Гомельской области. Место вакантам не засталось, а в регионе будет працовать Александр Мельников. Так само стало вядомо имя первого наместника министра внутренних справ, начальника криминальной милиции. Зараз это Геннадь Казакевич. Дарыш и специалист по наркоконтролю и супрадзея не ганд для людьми. Особенно в Комитете госбезопасности МВД вы же предлагаете своих первых заместителей. И чтобы мы потом не кувыркались, они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель, кто-то из заместителей, возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно, чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны, как минимум, быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, возглавить ведомство, Комитет госбезопасности МВД. По выниках размовы удельники отзначили, специфика работы и Министерства внутренних справ и Комитета держбезпеки удосконаливается каждый год. Так само, как заявляются и новые выклики, с якими приходится сутыкаться. Разом с тем, ключевые керунки застаются ранейшими. Боротьба с коррупцией, криминалом, гарантование национальной безопасности. Сегодня у вец и прием граждан провела начальник Головного и Дологичного управления администрации президента Беларуси Вольга Шпилевская. За допомогой в ворошении своих проблем зверталось не только мясцовое насельство, так первыми на прием пришли жихары Гомеля. А мальдесять годов тому янын были жилевые облигации. Однако, значит, новоселье в заповедных кватерах не отрымалось по этот день. По неких причинах забудовавших долгий час не мог приступить до будовництва. А после заснователь компании у Вогуля был притягнутый до криминальной отказности за махлярство. По поводу долгостроев и по поводу обманутых дольщиков, как бы у главы государства к этому особые отношения эти все моменты на особом контроле. Поэтому будем надеяться, что в этой ситуации какой-то выход, какое-то решение мы найдем. Но мы должны четко понимать, потому что то, что касается вот этих вот застройщиков непонятно где, непонятно как, здесь, конечно, должны срабатывать местные власти и четко проверять, кому они дают возможность строить жилье для людей. И люди должны внимательно читать то, что они подписывают. Деньги здесь немалые, понимаете. И как бы мы тоже ведемся на какие-то обещания, которые нам дает застройщик, не понимая, какая база под этими обещаниями, есть ли эта база. Поэтому, конечно, здесь обвинять только, условно, только власти или там только застройщиков, надо искать какое-то решение и нужно искать выход для этих людей. Усяго, подчас приема, разгледжено коля десяти пытанев. Яны тычились о земельных спрэчах, водозабеспечения у сельской мясцовости и наведения парадку на земли. Кожный зворот будет уважливо вывучен. По 200 вынеке работы за минулый год и удоклонить прайоритетные накерунки на ГЭТы. Сегодня у Гомеля прошла коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Аблвыконкама. Основный посыл присутным работникам Галины и сродкам массовой информации в своей праце в первую чергу уличивать потребы громадства и интересы людей. Загученная информация, ознайомились наши корреспонденты. Работа сродков массовой информации и установку культуры, взаимодействие с громадскими организациями и политическими партиями, реализация державной молодежной политики. Сегодня идеологичная работа – это целый комплекс накерунков. По великим рахунку, минулый год был той лакмусовый паперой, якая показала эффективность работы кожных из них. Оценивающую целым выники, як становочие, значную увагу на коллегии надали истнуючим проблемам. У той же сферы культуры – высокий процент изменяльности кадров. У середнем по области – 15%. У Хонецким и Октябрьским районах – каля 30%. Протяглая наявность вакансий нелепшим чином отбывается на работе установу Галины. Есть пытанние до работы пересоучих киноустановок. На суперакназве яны часто далей районного кинотеатра не выезжают. Разом с тым, не глядячи на окресленные проблемные моменты, в целом у сферы культуры спрацевали становча. Выконаны доведенные финансовые показчики и задачи по захованию культурной спадчины. Насыщенным минулый год был у плане реализации молодежной политики, проекты, конкурсы и акции. Многие из них проходили в новом формате. Головная задача – долучить молодых людей до активного громадского життя. У якости становшего прикладу проект областной пионерской организации по допомозе людям с обмежеванными физичными махчимостями в Аулуковской допоможной школе-интернате. Мы разговариваем с детками, играем и всячески их поддерживаем. То есть, если он сидит в инвалидном кресле, мы говорим, что все будет хорошо и обязательно наладится. И мы учим дружбе. Мы учим, что еще не все потеряно. И мы дарим всякие игрушки. Тот же самый символ нашего пионерства – рысю. Мы подарили множество рысят деткам, и они были рады. Это такое счастье видеть их улыбки, когда ты им даришь рысят, и они счастливы. Работа с насильством, напевно, самая важная на керунок у деятельности идеологов. Приемы граждан – в тим лику выездные. Сустречи по месту жихарства, промые телефонные линии, специальная линия смс-поведомлений. А про то, работниками идеологичной вертикали распроцовываются и распаусюдживаются друкованные материалы разной тематики. Особливая увага активной работе в интернете. Усё это тем больше важно в умовах, когда появляется шмат информации, которая не только не отповедает реальности, а часто носит ящий провокационный характер. Когда население пытаются настроить с точки зрения, чтобы не делалось всё плохо, конечно, это недопустимо. И здесь идеологи и средства массовой информации, они сегодня на острие, и они должны эти вызовы принимать, адекватно принимать, реагировать, своевременно реагировать и, конечно, давать отпор. Потому что зачастую та информация, которая через всеразличные телеграм-каналы пытается вкладываться в умы населения, она не соответствует ни правде, ни действительности. Сярод основных задач идеологичной вертикали на этот год, формирование такой атмосферы в громадстве, яка б не допускала ни поваги до закона, пропаганды ненависти и распаусюдживания чуток, пограджающих социально-политичной стабильности Украины. Значная надея тут на супрасовничество с громадскими объединениями и политичными партиями, которые имеют реальные махчемости в сделании на людей. Сегодня на Гомельщине есть все условия для полномасштабного взаимодействия. Необходно выкрыстать шанс. На коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по справах молодости эта думка огучивается не одной, что достигнуть успеха можно только створивши команду однодумцев. Неважно, район маленький или большой, сельскохозяйственный или промышленный, в любом случае основной акцент в любом регионе, в любом предприятии ставится в идеологической работе на работе с людьми, на работе с населением. Да, наш район сельскохозяйственный, он отдаленный, граничен с Украиной, но вся работа, которая построена у нас в районе, идеологическая работа, она командная работа. От председателя районного исполнительного комитета до идеолога на предприятии. Это в целом есть команда района, которая работает вся наша идеологическая вертикаль. Олег Сенцеров, Сергей Нигаревич, Игорь Маришченко. Телерадиокомпания «Гомель». Сельско-господаршие предприятия в области рыхтуются до посевной. Когда начнутся активные полевые работы, по куль сказать тяжко, но очень вероятно, что раньше, чем обычно. Наши корреспонденты ознайомились со станом справ в господарках Гомельского района. Не смотря на отсутствие снега, зимы культуры в этом году практически не потерпели. Урэшцы и мостных морозов не было так само. Коли их не будет весной, то можно будет различовать на неодренные ураджаю. У агрокомбинации Пауднева мониторинг посевов ведется постоянно, причем зараз тут разглядается махчимость робить это с выкористанием сучасной техники. С допомогой того же квадрокоптера он покажет картинку на вот этих местах, куда на машине трапить складанам, до того же без нанесения шкоды рослинам. И рапсы, и зимы, они вегетируют. Есть небольшой рост, идут отрастания белых корешков, вторичных корней. Но пока говорить о проведении каких-то работ еще очень рано, потому что могут быть возвратные холода, которые повредят посевы. Поэтому будем смотреть подальше по обстоятельствам. Пакуль задача сельгаз-предприемства у нарыхтовка минеральных удобрений. У подаденных Министерства по сельской господарции и харчевании на Гомельщине отповедный план Пакуль выкананы прикладано 35%, что меньше средне-республиканского покажчика. А проча того, до первого соковика господарки повинны завершить рамон техники, якая первая выйдя на палетки. Непосредственно у агрокомбинации Паудневы кажут, что работы ведутся в отповедности с планом, но полные проблемы возникают. После завершения гарантийного термину импортная техника потребует повышенной уваги и наявности запчасток, какие инши раз приходится чекать месяцами. Весь ремонт происходит в плановом режиме. Особых трудностей не испытывали. Есть вопросы по зарубежной технике. Сроки доставки от 30 дней и свыше. Иногда подходит даже до трех месяцев. Олег Синцеров, Максим Савин, Ялген Макеенко. Телерадиокомпания Гомель. Выхование соправных машин и патриотов. Областное отделение Беларусского фонда «Миру» провело с встречу с наученцами Костюковского аграрно-технического профессийного колледжа. Ее примерковали до Дню оборонцев Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь. Перед молодью выступили Алексей Пименов, удельник Великой Айчиной войны, гоноровый ветеран областной ветеранской организации, и Тимофей Глушаков, старшиня областного отделения Беларусского фонда «Миру». И они рассказали об необходимости службы у армии для формирования характера и особы, а так само об этом, як это гонорова, быть солдатом. Далее размову протягнули представники военкомата и войсковой части 55-25. И они рассказали про умовы життя солдат, их режим и поступление у профильной ВНУ. Например, военную академию. Что такое армия? Для чего она создана? Роль армии Великой Отечественной войны? Какие условия сегодня созданы в армии, чтобы ребята с удовольствием ушли служить? Потому что я считаю, что армия – это своего рода школа. Это школа гражданско-патриотического воспитания, это школа нравственности, это школа дружбы и так далее, и так далее. Костюковский колледж рыхтует специалистов для сельской господарки. Тому на встрече так само ишла говорка про мягчимость працеводкования. Подобные встречи с наученцами установ прав техедукации протягнутся и пройдут в других районах в области. Погляд Анры Матиса представили у картиной галереи Гаврила Вашанки. Выстава – соправдный эксклюзив. Ее у першиню привезли в Беларусь. Экспозиции складают 120 литографий, дополненные цитатами французского мастака с его артикулов, книг, листов. Выстава дозволяя лепше заразуметь автора, поширить свое уявление про его, как живописца, портретиста, философа. Творчий шлях Анры Матиса як недзивно почался за пендициту. После операции ему два месяца нельзя было уставать з ложка, и мать подарила будущему мастаку пензели и фарбы. Так, 20-годовый дипломованный юрист покинул работу клерка и записался в школу мастатства. У нас большое разнообразие работ. То есть основа – это, конечно, портреты, это композиции, целая серия работ с окнами, потому что для Матиса окно – это, в общем-то, проекция объемного мира в плоскости. У опушнях этой життя предопомозе звычайной коляровой паперы и ножниц Анры Матиса створал аппликации. Вершиней этих экспериментов стала книга, которую он сам написал и проиллюстровал. Работы этой серии в полном объеме так само можно убачить на выставе. Телерадио-компания «Гомель» запрошает долучиться до своей команды. Телеканал «Беларусьчатры» «Гомель» обвесил кастинг ведущих информационных программ. По требованию до удельников – высшая адукация, добрая дыкция, телегиеничная зниженность. Заявку с короткой видеопрезентацией, пожаданно на беларуской мове, можно отправить до 29-го лютого на электронный адрес, який вы зараз бачите на своих экранах. Это и иншая новинная информация о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. Усего доброго и до встречи эфира. Де-факто на телеканале «Беларусьчатры» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле проводится проверка по факту смерти 46-летней жительницы Могилева. Ей стало плохо в салоне самолета сообщением Хургада «Гомель», который возвращался из Египта в Беларусь. Женщина отдыхала там вместе с сыном и знакомыми. Ночью 23 февраля беларусы выселились из отеля, прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолета. Спустя некоторое время после взлета у жительницы Могилева резко ухудшилось самочувствие. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием на протяжении оставшегося пути проводили реанимационные мероприятия. По прибытию самолета в Гомельский аэропорт пассажирку незамедлительно госпитализировали. Несмотря на предпринятые в больнице меры по спасению женщины, вечером 23 февраля она скончалась. По предварительной информации, полученной от экспертов Госкомитета судебных экспертиз, причиной смерти женщины могло стать осложненное заболевание. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к краже кошелька в одном из гомельских магазинов. Кошелек с деньгами и банковскими картами пропал днем 23 февраля в магазине «Микс» на улице Склизнево. Если вы узнали человека на фото, правоохранители обращаются с просьбой сообщить об этом по телефону прямой линии 102. Более 70 бесправников и 20 нетрезвых водителей. Сотрудники ГАИ провели массированную отработку автодорог Гомельской области. Комплекс профилактических мероприятий был направлен на укрепление дорожной дисциплины и предупреждение ДТП. За два дня инспекторы выявили 32 автомобилиста, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов и привлекли к административной ответственности около 100 пеших участников дорожного движения. Это вся информация выпуска. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по хоккею завершилась регулярная часть сезона. Побед в заключительных матчах стадии добились «Динамо» молодечно, «Гомель» и «Юность». По итогам регулярки лидирует «Юность» со 123 очками. «Гомель» занимает пятую строчку турнирной таблицы, а «Металлург» – шестую. У них, соответственно, 72 и 63 очка. В четвертьфинале «Гомель» поедет в гости к «Динамо» молодечно, а «Металлург» – к шахтеру. «Юность» встретится с «Локомотивом», а «Неман» – с «Могилевым». Матчи этой стадии пройдут 27 и 28 февраля, а также 2 и 3 марта. Завершился традиционный международный турнир по боксу среди молодежи на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. В соревнованиях участвовали спортсмены Беларуси, России, Украины, Казахстана и Узбекистана. По итогам турнира у представителей Гомельской области три медали – два золота и серебро. На высшую ступень пьедестала поднимались Виталий Старинский и Станислав Шупляков. Второе место у Даниила Мороза. Сильные духом и телом спортсмены из Беларуси, России и Украины боролись за награды Международного кубка Полесья по кеку шинкан-карате. Традиционный турнир проводился уже в 20-й раз. За это время он стал широко известен не только в нашей стране, но и за ее пределами. В юбилейном 20-м турнире принимали участие более 350 спортсменов из трех стран – Беларуси, Украины и России. В программе «Кумите» – это поединки, а также «Тамишевари» – разбивание твердых предметов. Сильнейших определяли в нескольких возрастных категориях – от юниоров до ветеранов. Гости из-за рубежа из года в год приезжают на Кубок Полесья за хорошими поединками и высокой конкуренцией. Уровень бойцов на гомельских турнирах по Киакушину всегда на высоте. Турнир на самом деле набирает, с каждым годом собирает все более и более сильный состав бойцов. Поэтому, если сюда ехать, то надо знать, что бои будут тяжелыми, настоящими. И победа на таком турнире, она уже очень весомая. Мы ежегодно сюда приезжаем, турнир отличный. Конкуренция здесь высокая, достаточно высокая. Приезжают разные спортсмены, разные школы. И за этим едем посоперничать. Гомельским каратистам высокая конкуренция на домашнем турнире тоже на руку. Поединки с сильными соперниками помогают расти в мастерстве и готовиться к более ответственным стартам. Первый этап подготовки для наших ребят к международным турнирам. И в мае месяце у нас чемпионаты первенства Европы будут. Поэтому готовимся, трудимся, набираем обороты, набираем опыт, проверяем свои силы, делаем выводы, двигаемся дальше. На Кубке Полесья гомельчане завоевали 12 наград. Чемпионами турнира стали Иван Зарецкий, Маргарита Горбачевская, Александра Концевенко и Марина Каменева. Также в активе наших каратистов 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Завтра в Костюковке стартует первенство области по греко-римской борьбе. В турнире примут участие юниоры 2000-2002 годов рождения. На ковер выйдет более 100 спортсменов со всей Гомельской области. Лучшие спортсмены отправятся на республиканское первенство, которое пройдет в Гродно с 11 по 14 марта. Этот старт будет отборочным на чемпионаты Европы и мира по этому возрасту. По прошлому году, если брать, то это Гомель, это Жлобин, это Мозырь. Это основные такие ребята, где культивируются школы такие, действительно, где культивируется это. То есть в каждой школе есть ребята, которые попадают в состав сборной команды города Гомеля, Гомельской области. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok